У нас сегодня мастер-класс будет состоять из четырех частей. В первой части мы проведем с вами ретроспективу того, что произошло вообще по большому счету, потому что у людей память короткая и никто не помнит, с чего начинался этот год и как, в общем-то, по большому счету складывались события в этом году, которые привели к последствиям, которые мы получили сейчас на рынке недвижимости. На второй части мы с вами поговорим о тактике работы с собственником. На третьей части мы поговорим о тактике работы с ценой в рекламе. Ну и на четвертой части тактика работы с покупателем. Но я еще оставлю время отдельно ответить на ваши личные вопросы. Давайте начнем с первой части, чтобы далеко не ходить. У нас сегодня большая интенсивная программа. Давайте проанализируем причины возникновения того кризиса, который возник сейчас. Здесь очень важно отметить один нюанс, с чего бы я хотел начать. Обычно говорят о том, что кризис – это когда что с ценами? Падают. Падают. Никто никогда не говорит, что кризис – это когда цены растут. Но если мы посмотрим на обычного покупателя, для него кризис какой? Вот если он в бытовом плане. Но почему-то у нас принято говорить о том, что кризисные явления – это тогда, когда цены начинают падать. Давайте я дам свое определение кризиса. Мое мнение, что кризис – это не падение цен и не рост цен, как многие думают. А это вообще по большому счету остановка операции на рынке недвижимости. Вот что является кризисом. То есть нет операции и все. Ни покупок, ни продаж. Цены не растут, цены не падают. И все по большому счету останавливается. Другими словами, это тупик идей и вообще возможности и вариации. И по большому счету вот кризис наступил именно сейчас. То есть кризис не наступил, когда цены начинают падать. Когда цены начинают падать, у нас оборот рынка начинает расти. То есть по большому счету он не стоит тогда на месте. А вот когда у нас нет операции, тогда все начинают задумываться, а что делать дальше. И причем в этот момент наступает кризис какой. Самая большая проблема в этот момент кризиса заключается в том, что мы с вами вообще не знаем, что делать. А снижать она сколько? А как? А как действовать вообще? А давать много рекламы или меньше рекламы? А где рекламироваться? Еще в этот момент надо помнить, что Российская Федерация столкнулась с большой проблемой того, что у нас исчезло большое количество рекламных инструментов. Например, у нас нет Инстаграма. То есть он есть где-то там, теоретически, но у нас его по большому счету нет. В последнее время у тех же застройщиков это был достаточно серьезный канал продаж. Тогда возникает вопрос, а вообще как мы сюда прикатились? Почему мы прикатились к остановке рынка? Потому что особенно это проявилось на вторичке, как вы помните, это проявилось в момент, когда у нас повысилась ставка. А у застройщиков это проявилось только сейчас. При этом сейчас вторичка на самом деле достаточно бодро работает. Она уже скорректировала свои цены и начинает более-менее оживать. Тогда как на новостройке только прикатились точку, когда у них остановились продажи. Я знаю, что у некоторых застройщиков в октябре было не то, что ноль продаж, а даже до нуля звонков. Как мы к этому прикатились? Давайте посмотрим, упал ли спрос и так далее. Дорогие друзья, наша школа, школа Сергея Смирнова, предлагает для вас очень интересное решение, если вы ищете подарок для своих друзей, близких, родственников и знакомых. Мы для вас сделали подарочный сертификат, который фиксирует старую цену на обучение, и вы можете подарить его своим близким, как новую профессию в новом году. Поэтому сертификату в течение всего следующего года будет действовать старая цена обучения на мой любой курс в школе Сергея Смирнова, где можно получить образование в сфере недвижимости. Поэтому проходите по ссылке к этому видео и приобретайте новую профессию в подарок своим друзьям, близким и родственникам. С Новым годом вас! Вот я вам такой вот пирог приготовил, значит, как этот пирог вообще рынка, вообще в классике должны были делить между собой набор игроков. Поэтому что важно отметить? Смотрите, у нас было три типа инвесторов, вообще классические должно быть. Долгосрочные инвесторы, которые рассматривают покупку недвижимости как извлечение каких-то дивидендов. Ну, то есть я положу деньги, даже пусть какая-то арендная квартира, ну и бог с ним, с пятью процентами, вот они лежат, и где-нибудь они там когда-нибудь понадобятся моим детям, и еще что. То есть и таких владельцев недвижимости достаточно много и сейчас. То есть они сидят, по большому счету, в этой недвижимости, и вы их никак не сдвинете. Но есть эта квартира и есть, есть эти апартаменты и есть, приносят они пять процентов годовых, да мне плевать. У них есть долгосрочное понимание жизни. Есть краткосрочные инвесторы, это так называемые спекулянты, которые забегают тогда, когда они слышат, что где-то рынок растет. И эти люди забегают заработать на росте, заработать на каком-то коротком периоде времени, берут ипотечное плечо, готовы рисковать. И они же являются основными, кто разгоняет цены на рынке недвижимости в ажиотажные годы. Ну и наконец есть самая большая толпа, это бытовые покупатели. Это те люди, которые не могут отмахнуться от своих бытовых проблем. Ну вот если у них однокомнатная квартира, если им надо рожать второго ребенка, супруга беременна, они никак не могут отмахнуться от своих бытовых проблем. И таких большинство. Теперь давайте посмотрим, вот это должны делить так пирог. Теперь давайте посмотрим, когда у нас на рынке начинают цены расти. Что происходит? Долгосрочные инвесторы в этот момент отходят в сторонку. Потому что они понимают, что на росте цены, если они что-то новое себе там положат и прикупят, то доходность будет вообще никакая. И долгосрочные инвесторы, их количество уменьшается. Зато резко возрастает количество каких инвесторов? Краткосрочные. Краткосрочные инвесторы компенсируют потерю долгосрочных участников рынка. Долгосрочные участники рынка в основном в этот момент продают. Краткосрочные у них покупают что-то. Ну а бытовые их как было, так и остается. Почему? Потому что население, прибыль и убыль населения в среднестатистических городах на самом деле плюс-минус одинаково. Но есть дама типа Зубаревич, которую я недавно тут опять послушал. У меня просто вот хотелось сказать, давай ты будешь заниматься на географии, на геофак МГУ, геоэкономика. Вот занимайся этим, не пытайся лезть туда, где ты вообще ничего не понимаешь. Она пытается натянуть сову на глобус. То есть она пытается, если вы когда-нибудь ее начнете слушать, то она начинает приводить, например, как аргумент масштабы ввода жилья на рынке недвижимости. Вот последний ее доклад. Я вчера слушал, у меня просто волосы на голове шевелились и думаю, боже мой, ты пытаешься макроэкономическими показателями измерять обычные бытовые потребности людей. Имеет ли отношение вообще, сколько его этого жилья введут или не введут? Имеет, наверное, только, знаете, для кого? Для владельца совсем старого фонда. То есть для владельца старого фонда где-нибудь на окраине города Санкт-Петербурга в плохом качестве домов или для владельца какой-нибудь квартиры в Бирюлево западном в кирпичном доме пятиэтажки, наверное, имеет отношение. Почему? Потому что эта хлобуда больше никому не будет нужна. Но в большом отношении это никакого не имеет отношения. Почему? Потому что большое количество людей хотят улучшить свои бытовые условия, переехать в более новый жилой комплекс и так далее. При этом у нас пока еще не останавливается урбанизация, народ в города едет. Поэтому, когда там кто-то пытается носову на глобус вводимое жилье, невводимое жилье, считать какие-то странные вещи, то есть они считают показателем кризиса снижения темпов введения жилья. Вот она считает, темпы введения жилья падают у нас на рынке недвижимости кризис. Для обычного инвестора снижение темпов введения жилья кризис или нет? Давайте возьмем Хабаровск. А им от того, что у них не строят новостройки, плохо или хорошо? Он вложил там деньги, у него только от этого его недвижимость не дешевеет, потому что конкуренция ему новая не строится. Зубаревич же считает, что это наличие кризиса, что останавливаются темпы строительства жилья. Какой это кризис, к чему этот кризис, о чем она несет, что она пытается сообщить. То есть у нас до сих пор экономика живет в режиме, что если мы строим много, значит у нас на рынке все хорошо. Ребята, если вы строите много, у вас на рынке скоро будет все плохо. Поэтому по темпам введения жилья вообще никак этот рынок измерять нельзя. Кстати, по темпам обеспечения жилья, есть такой эксперт Дима Маслов, я его даже как-то приглашал к себе на канал, у меня выступал. Он как раз говорил о том, что у нас обеспеченность населения жильем, вообще-то на самом деле уже по квадратному метру на одного жителя России, давно уже приближается, в общем-то, к стандартам европейским. И по большому счету ныть о том, что наши граждане не обеспечены метром, вообще никак нельзя. Поэтому бытовые покупатели, они чаще всего делают сделки, потому что им надо разъезжаться, у них рождаются дети. То есть это бытовые какие-то вопросы. И их количество пока, слава богу, более-менее нормальное для того, чтобы совершать операцию. Но почему рынок неожиданно встал сейчас? Давайте посмотрим, что будет, если происходит падение. Падение, краткосрочные инвесторы убегают, они боятся падения. Эти, наоборот, как раз на падающем рынке готовы покупать. Соответственно, бытовых покупателей, им вообще пофигу, они опять говорят, мы ничего не понимаем, мы стоим на месте, нам бы это, квартира и все остальное. Но худшая ситуация, наступил сейчас, последний слайд, пум. На самом деле сейчас вот так. Краткосрочные спекулянты свалили. Ноль. Долгосрочные инвесторы, это те, у кого вот очень поджимают, они, например, сейчас не знают, куда вывести деньги за границу, раньше они вкладывали в какие-то фонды, еще что-то, они от наличия инструментов, отсутствия их, они что, говорят, но я заработал деньги, фиг с ним, давай куда-нибудь все-таки положу. Что-нибудь там отторгую мне и положу, но их очень мало. Бытовых покупателей как было, так и осталось. Только они так и опять сидят. Ё-моё, а нам-то что делать? Эти все разбежались, а нам что делать? Теперь понятно, теперь смотрите внимательно, что последние годы является мерилом состояния рынка недвижимости. У нас как-то в голове, у граждан отделили, есть, мол, новостройки, а есть вторичка. Это деление пока будет в голове Зубаревича и Ко, в Центробанке, у банкиров, у кого-то другого, и они не начнут, наконец, говорить одно слово «рынок жилья», так и будет бред сивой кобылы. То есть они считают, что есть новостройки, а есть рынок вторички. Вторичка это какие-то вурдалаки, риелторы, идиоты, там работают идиоты. В общем, там всегда идиоты. А умные-то кто всегда у нас? Застройщики. Именно вот так вот. Деление такое. Примерно, причем, когда приходишь на какую-нибудь тусовку, всегда такая вещь. Садятся журналисты, меня начинают расспрашивать, говорят, а вы что, правда соображаете в рынке? Я говорю, ну да, конечно, мы же ничего не соображаем, только застройщики соображают. То есть у нас мерило. Состояние рынка является рынок новостроек. Поэтому все журналисты только и задают вопросы, их не интересует рынок вторички. Каждый раз, когда я прихожу на РБК, меня расспрашивают про что? Про новостройки. Мне, чтобы поговорить про рынок жилья, они говорят про новостройки. Ну, теперь смотрите внимательно. Назад. Верните слайд назад. Покупатели новостроек исчезли. Людям, которым надо решать свои бытовые задачи, по большому счету пофигу. Строится этот дом, а вообще-то нам бы лучше вообще с ключами и готовые, а еще желательно с отделкой. Поэтому, кто были основными драйверами цен в 2020-2021 году? Ну, вот эти вот спекулянты, по большому счету. Что они покупали, в большей части? Маленькие объекты, ну, до двушек, скажем так. При этом, на самом деле, долгосрочные инвесторы сдували, сдували, сдувались, и тоже дошли до нуля. И поэтому сейчас застройщики что репортуют? Что в их в офисах продаж никого нет. Давайте теперь разберем ребят бытовых. А почему они сейчас остановились, и вообще они-то не покупают? Ладно, сети исчезли, все с ними понятно. Значит, смотрите, на них играют три очень важных фактора. Первый, самый важный, это всегда баланс доходов и расходов. И здесь очень важный момент, бытовая инфляция в этом году достаточно высокая. И стабильность с точки зрения их доходов их начинает волновать. И поэтому, что они сейчас стали делать? Они стали откладывать покупку, то есть спрос никуда не исчез. Они стали ее откладывать до лучших времен. Почему? Потому что нестабильно, мы что-то боимся, мы что-то побаемся и так далее. Второе, у них баланс доходов и расходов влияет на то, что на ту разницу, которую они могут отдавать в ипотеку. И когда вы с любым человеком, клиентом будете разговаривать, в общем-то, вы должны отталкиваться от его общего семейного дохода и корзины. Еще на самом деле, кстати, агенты по недвижимости часто забывают спросить, в общем-то, по большому счету. Вы всегда спрашиваете, сколько вы готовы взять в ипотеку, а не сколько вы готовы потянуть. Потому что на самом деле опрос ипотечного заемщика должен начинаться с того, какой у вас общий душевой, там, семейный доход и общий баланс, и только после этого, какую сумму вы можете себе позволить из них отдавать в ипотеку. Но они неохотно на этот вопрос отвечают. А потому что здесь у вас возникает проблема с личным доверием. То есть они неохотно отвечают на этот вопрос тогда, когда у вас нет личного доверия. То есть вам человек охотно ответит на вопрос, когда у него возникает, между агентом и вами, возникает личное доверие. Теперь, накопление на доплату. Здесь опять возникает одна очень важная вещь. Мы сейчас с вами посмотрим, куда они дели накопление под оплату. И теперь самое страшное – размер ипотечного платежа. Давайте следующий слайд. Значит, ну это я уже сказал, что рост цен и продуктовая корзина дорожает, и поэтому по большому счету они боятся брать в ипотеку. Более того, что они услышали сейчас про недвижимость? Она будет дешеветь. А раз она будет дешеветь, значит, я что в этот момент начинается? Я буду ждать. То есть я никуда не спешу, пусть она дешевеет и так далее. То есть отложу-ка я все это делаю. Давайте посмотрим, что происходит с оплатичной ставкой. А, куда они дели, в общем-то, свои… Важный момент. Куда дели ребята свои накопления? В марте месяце, в начале марта месяца многие из них с испугу, свои единственные накопления, которые они могли деть, куда запихнули? В доллары. Теперь что они говорят? Многие мне говорят, фиг с ним, но как минимум должно хотя бы до 75 дорасти, чтобы я хоть как-то там что-то сделал. Поэтому огромное количество людей свои накопления просадили, скажем так. Они их просадили, выбрав неверный инструмент. Им бы в депозитах посидеть и так далее. Причем очень важный нюанс. Если мы сейчас посмотрим с вами на статистику Центробанка, ИРФ, а это, напомню, выпускникам курса особенно, мы с вами на это должны очень внимательно смотреть, на показатель М2. Что мы там сейчас увидим? Кто последний раз открывал показатель М2? Ага, понятно. Говоришь, ребята, следите за этим. Он дико растет. То есть люди говорили нам всю весну, что вот сейчас короткие депозиты раскроются и понесут. Куда? На рынок недвижен. Понесли? Нет. А они дальше сидят, услышав опять же что? Что цены падают, зачем мне это надо, подержу еще на депозите. Поэтому, кстати, то же самое происходит в мире автомобилей. После 21 сентября отрубило и там. То есть и там люди откладывают покупку и говорят, да фиг с ним, я еще пару лет поезжу на этом. Но автомобили, в общем-то, по большому счету подорожали из-за своих последствий. У нас таких последствий нет. Почему? Потому что таких сложных производственных цепочек в недвижимости нет, как в производстве автомобилей. Но наши застройщики делают вид, что у них тоже все плохо. Теперь давайте следующий слайд. Ну, вот что у нас происходит с ипотечной ставкой. Все поняли? Все знают эту букву. Она такая, 34-я буква русского алфавита. Вот. Она прямо отражает все, что у нас было с ипотечной ставкой. Давайте следующий слайд посмотрим на график. Это что вообще? Это я взял у дорогого Миши Харькова на телеграм-канале «Ребург». Он хоть и кажется, что он пишет по Екатеринбургу, Миша разбирает всегда всю экономику в России в целом. Последний раз такие ставки, вот такая хрень со ставками была перед прошлым кризисом. Обратите внимание, в 2014-2015 году. Теперь смотрите внимательно. Ставка повторяет такой же рисунок. И что происходит дальше? Смотрите. Вот здесь, в 2013-2014 году, когда была средневзвешенная ставка такая же низкая, вот в этой точке, когда все взлетело туда вверх, люди хотели вернуться к какой? Какую ставку ждали? Низкую. То есть, и поэтому получили в 2016-2017 год, когда люди говорили, а я не спешу, цены падают, а может и ипотека будет снижаться. Теперь смотрите внимательно. Опять, нас раздразнили крайне низкими ставками в 2020-2021 году. Раздразнили, резко подняли. Сейчас народ ставку имеет хуже или лучше, чем в начале года? Лучше. Лучше. А он нам что скажет? Смотрите. Кто мешал нашим гражданам покупать недвижимость в январе-феврале 2022 года? Страх. Стой секундочку. Какой страх-то? Чего они боялись? Они ее почему-то мили. И январь-февраль мы начали с того, что у нас сумасшедшее количество сделок, и у нас на витринах оставалось практически под ноль. При этом давайте ставка была уже сколько? Почти 12. И они радовали, что не успели ставку по 12 взять. Соответственно, цены при этом были много выше, чем сейчас. Но это им не мешало верить во что? Что рынок недвижимости дальше будет расти. Так давайте самый важный вывод сделаем. Что является основной причиной нынешнего кризиса и остановки? Вера людей поменялась. Ровно наоборот. То есть в январе я верил, что будет все расти. В январе я верил, что ставка 12 – это вообще рай земной я успел взять по хорошей ставке. И так как еще цена будет ажиотажно дальше расти, то лучше я возьму сейчас. И я не откладывал принятие решений. Что произошло сейчас? Сейчас я понимаю, что ставку могут еще снизить, а цены уже ощутимы и значимы. Я вижу, что они падают. Я могу посмотреть, открыть сиан, открыть зеленые стрелочки, увидеть всю эту хрень и буду, соответственно, откладывать на потом. Поэтому что получается? Зеленые стрелочки заставляют меня верить во что? Что дальше будет лучше. Тогда возникает вопрос. Для кого лучше, а для кого нет? Вот здесь надо, наверное, сделать какое-то резюме. Давайте следующий, наверное, слайд. Что по большому счету самое важное? Давайте подчеркнем. Люди, во-первых, запутались с ипотечной ставкой. Игра с нулевой ставкой. Субсидированный, льготный. Они уже говорят, так, ребята, стойте. Вообще, вот вы можете нам объяснить, что происходит? Когда с точки зрения маркетинга человек запутается в выборе продуктов, он может сам в этом разобраться? Ну, агенты говно. Поэтому я не пойду к ним, я не буду это делать, потому что зачем это надо? Нам Циан сказал, что он все может сам. Теперь, поэтому люди ждут сейчас какой-то ставки низкой, ждут падения цен, начинают откладывать. Следующий, очень важный момент. Они вообще не понимают, какие факторы влияют на среднемесячный платеж. Никак. То есть они вот думают, что ипотечная ставка, снижение – это самое важное. Вместо того, чтобы пойти в жирный дисконт, сейчас выбить у тех людей, кто в истерике сейчас сбрасывает недвижимость, решает какие-то свои другие проблемы, они об этом не думают. Давайте посмотрим, от чего у нас ценообразование. Тут вообще очень интересно. Я взял определенную группу домов одинаковых. Я их часто разбираю на наших курсах. Смотрите внимательно. Итак, перед вами однокомнатная квартира, 37,6 метров, 9 миллионов 700. Она приземлилась, это вчерашний мой срез, она приземлилась на 1 миллион рублей с 12 июля. То есть она уже упала, в общем-то, по большому счету, процентов на 8 в цене, и до сих пор стоит на рынке, значит, не продана. Теперь давайте разберемся. Такая же квартира, такого же качества, в соседнем доме сейчас не сдана, вот сдается, в рекламе стоит за 42 тысячи рублей. Значит, я ее за 40... Что? А я специально взял, там есть и за 30. Но мне бы сейчас все стали говорить, это очень дешево. Я поэтому взял одну... Поэтому я взял специально дорогую квартиру, ребят. То есть я специально... Там есть в соседнем корпусе за 30 сдача в аренду. Но я посчитал, что фиг с ним. Давайте для чистоты эксперимента возьмем даже 42. За 40 я ее возьму, так? Теперь давайте посчитаем. При каких условиях мне должно быть интересно вдруг вот по этой цене вот эту квартиру купить? Ну, то есть либо платить 40 в аренду, либо покупать. Давайте вот просто... Я примерно прикинул, что взнос должен быть не меньше 50%. Нифига себе, это что бы у меня должно быть сколько там? Почти под 5 миллионов. У кого 5 миллионов на однушку, он что? Поедет в однушку? Он начнет уже думать о двушке. Сейчас про двушки тоже поговорим. То есть нужно 50% первоначального взноса, чтобы оправдать. И то даже при 50% первоначального взноса платеж по ипотеке у меня будет при 20-летнем баяне растянув на 20 лет 48. То есть больше, чем я плачу. Оправдана ли такая цена? Давайте возьмем очень просто, 9700 разделим на 40. Это я почти 20 лет с лишним буду окупать эту квартиру, чтобы... То есть я в ней должен буду прожить. Кто-то покупает однушку на 20 лет? На какой жизненный цикл? Никак. Я не беру ни налоги, ни расходное содержание. А то сейчас вот там в интернетах, куда мы это выложим, они скажут опять, что... Зато свое. То есть что получится самое важное? Есть какой-то... Теперь при какой цене это будет выгнанно? Я посчитал. Давайте следующий слайд. То есть я примерно посчитал, что исходя из арендного платежа, за что я могу снять? Примерно, если я ее отобью хотя бы за 15 лет, за 180 месяцев, будет более-менее нормальная цена. 8 миллионов. То есть это вот объект с точки зрения покупки его или аренды. Сейчас переоценим на сколько? Ну на миллион 700, на полтора. То есть он еще с этой точки зрения переоценил. Мне это невыгодно. Ладно, поедем дальше. Ребята, двушка в соседнем корпусе. Итак, продав эту однушку за 9,700, доплатив сколько, внимание, 6,300, я докуплю, внимание, 14,4 метра. 14,4 метра. Метр докупленный не обойдется во сколько? В 437 500 рублей. При том, что на самом деле этот метр стоит там, где? 220, 250. То есть о чем думает агент или лицо, которое вместе с этим, по большому счету, там еще Дум.РФ зачем-то примешался, неважно. Они начинали с 19 миллионов. В сентябре они начали, 1 сентября 19 миллионов. Потом ушли на 15 вниз. Видимо, к ним посыпались звонки, они решили, что они чемпионы рынка. Да, и поднялись на миллион и встали. И с того момента, с 9 сентября, что? Мы играем в Ждунов. Теперь, даже 16 миллионов цена, это просто что? Ну, не космос, а это просто абсурд. Зачем мне докупать 14,4 метра, продав однушку, чтобы переехать в двушку, за вот эти вот страшные деньги. Окей, ценовой перекос, ценовой перекос. Давайте посчитаем. Я взял, взял с цену метра однокомнатной квартиры и пересчитал в двушку, какая цена должна быть. Вуаля, 13,5. 13,5 миллионов рублей. Почему дорого? Потому что в однушках всегда метр самый какой. И однушку мы только что доказали, что? Тоже переоценен. Ну, хотя бы там не объясните. Если логично, что в этом доме продается цена непроданной однушки по такой цене метра, тогда двушка должна стоить сколько? Ну, застройщик хотя бы так. То есть, в логике назначения цен застройщиками цена должна быть 13,5. Она там почему-то 16. Ладно. Окей. Жамкаем дальше. Есть хоть одна цена в этой локации. Я в этих домах по 13,5 миллионов рублей. То есть, одни только сейчас догадываются и ползут. В принципе, 10-й корпус там неплохой. Я это в этом районе как агент отработал очень много. Могу вам сказать, что достаточно близко к цене рынка вот 13,9. Но она еще что? Не куплена. О чем это говорит? Покупатель не идиот. Значит, он сделал вывод о том, что свой, он тоже не идиот, что даже за 13,9 он не готов брать, что близко уже сейчас, скажем так, справедливый цене рынка. Ему кажется, это несправедливо. Более того, если он живет давно в этой локации, то он знает цены, которые были еще там год-полтора-два назад, и теперь он ждет что? Он ждет, когда они туда приедут туда, вот в ту сторону. Давайте теперь посмотрим, а что с трешками. Ой, в этой же локации стоит трешка с 16,3 миллиона рублей. Мы знаем про эту трешку очень много всего. Мы пытались купить для нашего клиента, но купить ее практически невозможно у владельцев 12 миллионов непогашенной ипотеки. 12 миллионов непогашенной ипотеки, и теперь понимаете, какая ситуация самая страшная, что справедливая цена 12-14 миллионов. Ровно его ипотека. То есть, выжидая дальше, этот человек через некоторое время что может выйти? Ну, не в минус, но вообще просто отдать ключи банку. Теперь, как я вывел опять справедливую цену? Очень просто. Я взял сдающиеся опять квартиры в этом районе, опять умножил на 180 месяцев, примерно хотя бы это более-менее нормальное с точки зрения окупаемости в найв, и получаю, что должна быть цена 12-14 миллионов. И в принципе, на самом деле, давайте разберемся. На начало 2019 года именно такие цены были. Только там рынок никто не накачивал чем? Льготной ипотекой. То есть, вся накачка льготной ипотеки привела к чему? Дисбалансу цен. То есть, тот рост цен, который у нас был с 2018 года, весь 2019 год, он был естественным. То есть, у него был естественный показатель. Ну, более-менее. Он плавно рос, все было хорошо, все замечательно. Зачем была нужна эта накачка льготной ипотеки? Я думаю, сейчас уже, в прошествии времени, не может объяснить никто. Причем, даже банкиры сами тоже не объясняют, зачем они в эту игру полезли. То есть, я думаю, что это было эмоциональное большее решение во время пандемии. Это было такой достаточно серьезной ошибкой, и по большому счету напечатали... Представьте себе, что такое льготная ипотека. Что мы на отдельном рынке начинаем печатать деньги. То есть, у нас же льготная ипотека для покупки недвиж. То есть, мы на отдельном рынке печатаем специальные деньги для покупки недвиж. Естественно, мы ее перегреваем и все остальное. Что же получается сегодня при таком дисбалансе цен? Вернусь к своей любимой вот этой вот хрени под названием цепочка. Сейчас я не буду очень долго на ней заострять внимание, но самый важный момент. Когда дисбаланс цен нарушается в этих цепочках, что люди говорят? Что-то какая-то хрень. Двушки стоят как трешки. Еще раз вернемся на тот слайд, да? Все равно, в любом случае, мы видим трешку за 16,3. А там двушку человек пытается выставить за 16. И при этом он вообще никак не... Ему не в голове посмотреть, почем трешки стоят в этом районе. Поэтому что получается? Еще один, кстати, важный нюанс, что более-менее, если мы вернемся, 19,3 миллиона это хотя бы справедливо по отношению к однушкам. Потому что однушка это всегда... Две однушки это трешка. Получаем 9,700 умножая на 2, 19,400. То есть трешки более-менее сбалансированы к однушкам. Но в дисбалансе двушки в этом районе. Можете полюбоваться любым другим районам, там всегда будет вот такой перекос. К чему приводит такой ценовой перекос? Итак, давайте сделаем выводы. Следующий слайд. По большому счету получается, что фактически сейчас цены покупки и продажи несоизмеримы. То есть и цены аренды. И раз они несоизмеримы, то люди говорят, я, пожалуй, посижу где? В аренде. Следующий очень важный момент. Арендная плата на 50-70% ниже среднего месячного платежа по ипотеке. То есть если бы хотя бы они были на 10%, 15% отличались как в 2018 году, тогда бы народ охотно брал. Но не так. Я не готов переплачивать 50%, тем более у меня все время дорожает просто жизнь. Ну и наконец ценовые чудеса и перекосы. Ну и давайте вишенка на торте. На этом я закончу. Впервые в России нет никакого смысла покупать недвижимость. На стадии чего? Строительства. Эффект Мерседеса. То есть вишенкой на торте является то, что народ тут вообще сидит и говорит, так, что-то мы совсем перестали понимать, что происходит. То есть раньше мы считали, что купленная нами новостройка, она более-менее объективно понятна, за что мы платим, что мы ждем и так далее. А сейчас что происходит? Эффект Мерседеса. Выехал из салона, потерял сколько? 20%. Выехал и вышел из отдела продаж застройщика, пошел по переуступке смотреть, все то же самое на 10-15% ниже. То есть по большому счету сейчас рынок вообще в шоке. И поэтому он сейчас, и что делают люди, они боятся принять ошибочное решение.